Модель воспитания твоих родителей ты перенесла на своих детей? Я стараюсь. Конечно, я никогда не смогу быть такой, как моя мама. Она была очень строгая, на самом деле. Все они тоже терпеть не могут, когда ты их воспитываешь. Да, да, да. Но я стараюсь. У меня потрясающие были родители. Хоть они и были строгие, и держали меня, и моего брата в узде, это нельзя. То есть слово «нельзя» было во всём. Можно было крайне мало, только покушать. Всего остального нельзя. Мне очень иногда порой сложно именно давать то, что давали мне родители, потому что мне сразу становится детей своих жалко, что я что-то там им не разрешаю. Но при этом я всегда вспоминаю своё детство с таким счастьем, с такой радостью, с такой улыбкой. Я считаю, что я прекрасное детство провела в Республике Дагестан. Город Дербент останется всегда в моём сердце и моей душе. К Дербенту мы вернёмся. Вот по поводу детей. Времени у тебя, как у артистки, не так много свободного. Как получается уделять всем троим внимание и не обидеть никого из детей, я имею в виду? Ну, у нас, во-первых, есть обязательный день, когда мы вместе. Если, допустим... Это родительский день. Родительский день, да, воскресенье. Или в пятницу, так мы называем по нашим традициям, шаббат. Если вдруг какое-то мероприятие появилось, то я просто этот день обязательно переношу, но мы никогда его не отменяем. Мы проводим вместе, мы играем в игры, играем в карты, играем в нарды, играем в какие-то настольные игры. Или я их недавно научила, вышивала. Детям очень нравится. Как говорят они, у мамы самый хороший удар. Я очень сильно бью. Это еще из Дербента просто. Я в детстве, когда еще была маленькая, была хулиганкой, и все эти удары у меня были поставлены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!